В общем, я с моим другом Беканом Гюргогом прилетели в Кутаисе 3 часа ночи, точнее 3 часа утра из Будапешта. Все шло нормально до того, как мы дошли до контрольного пункта таможения Грузии, где девушка, увидев на наших паспортах Чеченской Республики, сразу же вызвала начальство, которое нас проводило в отдельную комнату, где сидел случайно один полицейский, который сказал нам, что это обычная процедура для жителей Чечни, иногда Ингушетии, Дагестана, когда они езжают в Грузию, это обычная процедура проверки для них отдельно. Потом начали подходить другие полицейские, которые не представлялись, не назывались, особенно сегодня увиделся некий Георгий, который начальник полиции аэропорта Кутаисе. Началась дискуссия, после чего Георгий нам объявил, что он нас депортирует обратно в том же самолете, на котором мы прилетели. Ну мы начали как бы отговаривать его, не делать то, потому что у нас все в порядке, у нас не первый раз в Грузии и так далее, и так далее. Несмотря на это, нас проводили на трап, где одному из нас стало плохо, вызвали медика, но тем не менее, нас начали толкать в этот самолет, где мы сопротивлялись сесть в самолет, отказывались это делать. Ну в конце концов, нам пришлось сесть туда, где мы сидели два часа вместе с остальными пассажирами, которые летели в Будапешт. Спустя два или больше часов нас опять попросили выйти, зайти в здание аэропорта, нас отвели. Потом надели наручники, сказали, что отправят нас следующим рейсом, потому что пилоты, как бы какая-то проблема произошла, они не объяснили нам, что произошло. Пилот сказал, что нужно сопровождение из полицейского, если они нас официально депортируют, чего, на мой взгляд, грузинская сторона не могла обеспечить. То есть, с шести часов, как мы второй раз, нас уже вывели с самолета, на нас были надеты наручники, и по одиннадцать часов я был наручником, в одиннадцать с меня сняли наручники, потом с моего друга Бекхана в двенадцать или около того сняли наручники. Изначально нам не позволяли пользоваться ни телефоном, ни ноутбуком и так далее, наши документы у них, и где-то в тринадцать с половиной часа наконец-то разрешили пользоваться интернетом, сказали, можно пользоваться телефонами. На данный момент мы находимся в холле прилета, в нейтральной зоне аэропорта Кутаиси, нам говорят полицейские, что мы не арестованы, а задержаны, и нас будут депортировать вечерним рейсом на Москву. Никаких официальных документов, никакого протокола нам не показывали, кроме того, тел двух листов, когда нас проводили на самолете, было сказано, что причина депортации другая причина, просто галочка стояла. Вот.